Север край хоть и суровый, но даже здесь можно выращивать арбузы и дыни. Притом по вкусовым качествам и сочности они почти ничем не отличаются от южных, кубанских. В этом убедились специалисты полярной опытной станции Всероссийского института растеневодства. Три года назад в Пасфире стартовал проект по акклиматизации бахчевых культур в арктической зоне. В качестве эксперимента взяли сорт арбуза «Сюрприз». Урожай собирали в сентябре. Арбуз получился сочным, сахарным, весом 5 кило. А главное, подоспел урожай на северных плантациях одновременно с Южным, выращенным на полях кубанской опытной станции. В чем секрет северной бахчи и как добиться богатого урожая на Крайнем Севере, узнала Юлия Аверина. Сейчас в Пасфир горячая пора. Пока теплые солнечные дни, надо успеть посадить рассаду. В этом году заготовлено около 15 тысяч единиц посадочного материала огурцов и помидоров. Продолжается и проект по выращиванию бахчевых культур. Для изучения ученые взяли по пять видов арбуза и дыни, а также три новых сорта кабачков и тыквы. Вот дыня Станислава, высаженная семечками, посаженная 1 мая. Вот она уже выросла. Шесть настоящих листьев. Станислава, дыня скороспелая. Этот сорт показал самый лучший результат. Сейчас ждет посадки. Сделать это раньше погода не позволяла. Земля была холодная, а бахчевая культура южная. Перепадов температур боится. А вот сейчас самое время. В прошлые годы показали, что сорта, которые мы испытывали, они очень быстро давали урожай. От момента посадки, рассадой месяц проходил до начала образования плода. Здесь главное, чтобы не было скачков температуры. Теплицы в Пасфире просторные, без дополнительного освещения и отопления. При этом сейчас здесь плюс 30. Растениям комфортно. Большую роль, как отмечают специалисты Пасфир, играет длинный полярный день. Но и это еще не все. Это еще технологии, это новые материалы строительные, это теплицы, это поликарбонаты, это герметичность теплицы. Оно дает себе плюс для выращивания в наших северных условиях. Высаживают рассаду бахчевых культур одновременно на трех станциях ВИР. На Полярной, Кубанской, а с этого года к изучению бахчи присоединилась еще и группа научных сотрудников из Санкт-Петербурга. Результаты подведут осенью. А сейчас на полях Пасфир продолжается еще и посадка картофеля. На двух гектарах земли уже высадили несколько тысяч образцов. Вот эти этикетки, вы видите, это все, каждая этикетка, это образец. Уложиться надо в сжатые сроки, говорит Светлана Травина. Пока погода позволяет. Через пару недель появятся первые росточки. А если будет тепло, то и раньше. Собирать урожай будут в сентябре.